Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава, последняя второго послания Петра для библейского портала экзегет.ру читаю свой перевод. А в конце второй Петр поругался. Он привел пословицы про пса, про свинью. Но вот интересно, он не называл тех, кого он ругал, псами и свиньями. Он, более того, там даже отметил, что вот даже ангелы не выносят им приговоры. Приговор — дело Бога. А вот описать поступки, которые они совершают, охарактеризовать их учения, да, это можно самыми резкими словами. Вот разница между тем, как оскорбить человека, чего делать нельзя, и тем, как оспорить его поступки и его высказывания. Ну, хорошо, все-таки он главным делом не ругается в этих посланиях своих, а наставляет христиан. Возлюбленные, я пишу вам вот уже второе послание с напоминаниями, призываю вас очистить свое сознание. Вот уже, смотрите, такие, может, восточные нам сегодня кажутся фразы «очистить свое сознание» есть это и в христианстве, да. То есть, можно сказать, видеть себя хорошо, там, делать этого, не делать этого. Но если человек это делает просто как, ну, робот, да, его запрограммировали, он это делает, что в этом хорошего? А вот сознание очистить, да, чтобы это все было его добровольным действием. Помните слова, которые прежде сказали святые пророки и заповедь Господа и Спасителя, которую вы приняли от апостолов. Прежде всего, знайте, что в последние дни появятся глумливые насмешники, которые будут поступать по собственным прихотям и говорить. Так что же насчет обещанного пришествия Христа? Вот и прежние отцы уже умерли, а все остается, как было от сотворения мира. Вот здесь, видимо, один из, может быть, даже самый главный пункт разногласий его с учителями, которых он называет лжеучителями, да, и лжепророками. И он касается одной очень серьезной проблемы. Ранние христиане, насколько можем судить, ждали скорого пришествия Христа, когда он придет и установит свое царство. А вот идут годы, умирают поколения, видевшие Иисуса, уходят отцы, а ничего не меняется, на первый взгляд. Более того, преследование. Кстати, иногда вот это обстоятельство его делают основанием для очень поздней датировки второго послания Петра, но не обязательно, понимаете, должно пройти там сто лет. Может быть, 20-30 лет прошло со времени вознесения Христа, но это же долгий срок, особенно когда сроки жизни не такие длинные. Вот первое поколение христиан уже уходит из жизни через лет 20, да, вот те, кто застал еще, самые старшие из них, и ничего не меняется. Как же так? Мы ждали, что прямо вот завтра, завтра, и что, может быть, это все ерунда, может быть, никого пришествия не будет. Но они намеренно забывают, тоже хорошо, что сказано, намеренно забывают. То есть они не просто случайно запамятовали, а вот приняли такое решение, что небеса, как и земля, некогда были созданы Божьим Словом из воды и при помощи воды, потому-то прежний мир и погиб в водах потопа. Но идет речь о сотворении мира, когда сначала появилась вода, море, а потом из нее суша, земля. И потом в водах потопа все погибло. А нынешние небеса и земля ожидают гибели в огне, пока тоже Божье Слово сберегает их до дня, когда нечестивые будут осуждены и погибнут. Вот. При чем здесь огонь и вода? Какая-то натурфилософия греческая. Там все выясняли, что является основой мироздания. Огонь, вода, может быть, другая какая-то вот субстанция, какое-то другое вещество. Но, скорее, Петр здесь вдается в такое рассуждение, там, смотрите, как все сложно. Вот есть какой-то замысел, который нам не очень понятен. Он из воды возникло, в воде погибло, а нынешняя погибнет в огне. И вот когда, как, мы просто не знаем. При всем том, не забывайте, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Господь немедлит исполнить обещанное, хотя некоторым это и кажется промедлением. Нет, это Он проявляет к вам великое терпение. Он не желает, чтобы кто-то погиб, но хочет всех привести к покаянию. Представим себе, Христос научил своих учеников, а потом второе предшествие, ну, через год. И что? Ученики не успели разнести весть о нем. Они только начали проповедовать. А через 10 лет, ну, проповедовали где-то вот в Иерусалиме, в городах Иуде. Весь мир должен это услышать. Не торопитесь. Это по человеколюбию. Он хочет, чтобы все могли спастись. Он хочет, чтобы все приняли эту весть. Это требует времени. А какого, мы не знаем. Но мы знаем одно. «День Господень придет, как вор». Вот тоже такая шокирующая метафора, да, сравнение, лучше сказать. Когда день Господень сравнивается с вором. Ну, а в чем особенность вора? Он приходит, когда никто его не ждет. «И тогда небеса с грохотом исчезнут, основания мира сгорят и распадутся, и неземление всего, что на ней уже не будет. Да, все это будет уничтожено. Какую же вы должны вести тогда святую благочестивую жизнь, если с нетерпением дожидаетесь Дня Божьего пришествия, когда небеса сгорят в огне, основания мира расплавятся от жара? Вы торопитесь поскорее это увидеть. Вряд ли вас это сильно обрадует, когда это произойдет. А лучше задумайтесь о том, как себя вести, как жить, встречая вот это страшное. Вы думаете, это будет триумф и банкет с шампанским, когда Христос придет и всем станет сразу хорошо. Это будет страшно, это будет момент суда. Готовьтесь лучше к нему, чем гадать о его сроках. А мы, по его обещанию, ожидаем новых небес и новой земли, где будет обитать праведность, а не сроков. Мы ожидаем нового какого-то качества этого мира, или даже уже не этого мира, а не определенного срока. Так что, возлюбленные, в ожидании этих событий постарайтесь, чтобы он застал вас беспятная порока и в мирном состоянии духа. И считайте для себя спасительным великое терпение Господа. Возлюбленный брат наш Павел, подорованный его мудрости, вам об этом тоже писал. Он говорит об этом во всех посланиях. Есть там некоторые неясности, их извращают, как и остальные писания. Люди невежественные, нетвердые в вере к собственной своей погибели. Вот смотрите, есть лжеучителя, которые ложное учение продвигают своими словами, есть лжеучителя, которые извращают учение Павла. Павел писал трудно, понять его бывает непросто, говорит Петр. Значит, он писал уже, когда какие-то послания Павла не просто были написаны, а были широко известны, разошлись, и уже толкования на них появились, и толкования извращенные. А Петр не спорит с Павлом. Он не говорит, вот, Павел не во всем прав, хотя, мне кажется, он, ну, наверное, не согласен с некоторыми его положениями. Но он говорит, смотрите, просто его перетолковывают неверно. Вот надо не спорить с текстом, надо спорить с пониманием текста. У всякого текста есть свое понимание. Если это не просто ряд букв на бумаге, папирусь в пергамени, а вот то, что человек прочитал, то это понимание, которое рождается в голове, понимание может быть извращенным, да, у самого прекрасного текста. Вот с этим Петр и спорит. Итак, возлюбленные, вы все знаете заранее. Вновь и вновь он ободряет их. Смотрите, вы не дурачки, вы отлично все знаете. Я просто напоминаю, я расставляю акценты, уточняю детали, но ничего вам не говорю такого, чего бы вы не знали. Берегитесь, чтобы вам не увлечься преступным обманом и не отпасть от своей твердыни. Пусть возрастает данная вам благодать и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава ему и ныне, и в день вечности. Вот эта идея, две основных идеи, которых он придерживается, напоминает их своим читателям. Вы все знаете, я лишь напоминаю. И христианство — это рост, возрастает познание, это рост в познании. Это не повторение обрядов, это не исполнение правил, хотя и обряды есть, и правила. Это возрастание в познании, это путь, это открытие, это путешествие в плохо еще изученные края, где вы увидите много для себя нового. Мне кажется, очень часто мы забываем о том, что таково христианство. И таково оно было для апостола Петра, и, наверное, для того секретаря или секретарей, которые помогали ему составить это письмо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!